Сегодня у нас получается какое число? 12-13 января 2022 года На главной странице Гудгейма вы сможете найти, собственно, новость Там вся хронология, история событий, ссылки на документы и так далее Короче, вчера у нас было очередное судебное заседание по поводу КХЛ-маркетинг КХЛ-маркетинг продолжают жаловаться Я, наверное, не буду пересказывать все, потому что уже там дюжина судебных заседаний Суды идут два года Если в целом-то все хорошо Сначала на нас повесили штраф и суд признал нас виновным Апелляции касаться результата не принесли Но рассмотрение дела в Верховном суде привело к тому, что дело отправили на перерассмотрение При перерассмотрении штраф отменили Нет теперь больше риска, что на скором Роскомнадзор заблокируют Разъяснение суд еще выдал по поводу того, что мы в случае нарушения должны блокировать только определенные адреса страницы Все, и можно спокойно работать в правовом поле Вот Потом была апелляция со стороны КХЛ-маркетинг, которую они тоже проиграли И потом они пошли дальше в касационный суд Мы там уже были в этом касационном в прошлый раз Ничего интересного, только истец не явился То есть он пожаловался, составил касационную жалобу Мы подготовили отзыв на нее, как это обычно делается Но истца не было Он даже не опоздал, потому что заседание началось там на 30-40 минут позже То есть мы сидели ждали, никого не было Савочкина и Игоря, к сожалению, не дождались И в результате дело рассматривалось без участия истца Очень странная ситуация, не знаю, что с ним произошло Может, решили вообще не ходить, потому что от толку Может быть, запамятовали Но, в общем, так или иначе, странная тема Сначала ты подаешь касационную жалобу, а потом не приходишь на заседание Мы, соответственно, после этого готовим ходатайство о повороте дела Для того, чтобы нам деньги вернули Как выяснилось, мы уже это делали после того, как в первой инстанции вынес суд другое решение Но наше ходатайство посеяли в суде Вот, поэтому мы подаемся снова После этого нам должны вернуться наши там 300 с небольшим тысяч уплощенного штрафа И мы за вот эти вот два года, благодаря Яндеку, благодаря Андрею Очень хороший кейс Такой провернули Защищая площадки, на которых располагается пользовательский контент Но при этом они беленькие То есть они удаляют, если правообладатель законно приходит И требует удалить контент И вот, вы, наверное, слышали, что случилось с ФОПДА Там очень похожая история То есть они работают с правообладателями Но на них подали в суд Они проиграли первую инстанцию Они проиграли апелляцию и касацию И потом товарищ, руководитель этого проекта Запросил данные Яндека И Яндек начал с подготовкой, видимо, жалобы в Верховный суд То есть все-таки эта тема очень важная Потому что если не доказывать свою правоту То, видите, вот такие вот товарищи Правообладатели, желающие заработать деньги Они самостоятельно могут выложить незаконный материал Потом самостоятельно сделать скриншот И пойти по судам И раньше всех штрафовали Мы, по крайней мере, добились того Что, во-первых, нас не заблокируют В случае повторных нарушений И то, что мы не несем ответственности финансовой За пользовательский контент То есть если кто-то у нас размещает материалы Которые нарушают чьи-то права Нам приходит какой-то запрос Мы реагируем Блокируем этот контент И все, и живем спокойно дальше Все Это если коротко Я очень сомневаюсь, что дело пойдет дальше Они могут, конечно, пожаловаться в Верховный Но там вроде как не за что вообще цепляться Вводных данных никаких нет Нарушений серьезных вроде как нет Поэтому просто ждем, когда эти гады вернут нам деньги И будем освещать эту тему И помогать, по крайней мере, контактными Я со своей стороны буду помогать юристами Контактами юристов Тем площадкам, которые тоже страдают от таких вот правообладателей Есть правообладатели, знаете, которые пишут И мы им выдаем админские права И они сами следят Или которые жалуются Мы блокируем И все довольны и счастливы А есть те, которые пишут письмо о нарушении Вы блокируете через 9 минут А они на следующий день подают на вас суд И вы 2 года судитесь Вот Так что, ну, спасибо вам большое за поддержку Потому что комьюнити в очередной раз вытащило Потому что Яндек из комьюнити Андрей из комьюнити Русбрейн там саппортил еще финансово Потому что это не дешево все Услуги адвокатов и прочее Ну, конечно, адвокаты нам помогали Прям почти все вообще бесплатно Но, тем не менее Затраты там все равно были Короче, молодцы Молодцы Мы хоть и маленькие Но очень хороший кейс с вами провернули Все Я это выложу, наверное, отдельным Отдельным файлом Но подробности вы можете просто достать на Goodgame То есть заходите на сайт Или пишите в поиске просто в Гугле В Яндексе КХЛ Маркетинг Интересная тема И все, вам выдают новость В которой там тысячи комментов Сотни тысяч просмотров С истории всех наших заседаний Ссылки на дела и прочее Если у вас есть желание поизучать Изучайте Но смысл в том, что Мы с вами уже молодцы И Просто деньги вернем И пошлем их Пока-пока-пока До вечера, до завтрашнего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok